Квадратное здание серого камня с бюстом, помещенным в нишу на самом верхнем этаже. Еще один позолоченный бюст расположен над входными дверями. Первые три этажа дома имеют широкие окна, отделанные металлом. Здание носит имя Бриль Билдинг и знаменито своей ролью в развитии музыкальной индустрии США. Название Бриль Билдинг не имеет отношения к музыке. Бриль это фамилии двух братьев, державших на первом этаже магазин одежды. В середине 30-х годов прошлого века они выкупили все здание целиком у его прежнего владельца Авраама Левкарта. Тот вначале вынашивал амбициозные планы превзойти Empire State Building по высоте, но ограничился 10 этажами. Помешали Великая депрессия и ранняя смерть любимого сына, который скончался в возрасте 17 лет от анемии. Память о сыне по-прежнему хранят два его бюста на фасаде. Новые владельцы Бриль Билдинга стали сдавать помещение в наем музыкантам, композиторам, звукозаписывающим компаниям и музыкальным студиям. Здание быстро приобрело популярность в профессиональной среде. Здесь были представлены все виды музыкального бизнеса. Не выходя из Бриль Билдинга, можно было написать песню, найти для нее издателя, нанять исполнителей, арендовать студию и организовать копирование записи. Вплоть до 1960-х годов влияние обитателей Бриль Билдинга на американскую музыку было столь велико, что даже родился стиль Брил Билдинг Саунд, который доминировал в американской музыке вплоть до наступления эпохи рок-н-ролла.